Во время подготовки к одному из подкастов на канале Бег в Резин Лайф, посвященных мотоспорту с известнейшей российской мотогонщицей Анастасией Нифонтовой, в процессе разговора речь зашла и о лыжах тоже, а точнее о том, насколько быстро лыжники могут набирать скорость во время спринта. И Анастасия сказала. Лыжницы, да, очень крутые, но мотоцикл все равно никто не обгонит. Вот прям зул дай он, даже на льду. Ну, это и понятно. В роли на мотоцикле 60 лошадей, а в лыжнице, дай бог, всего одна. Мы решили доказать Насте, что лыжница может выиграть у мотоциклистки даже на льду. Бег в Резин, конечно, не матч ТВ, чтобы на сложных щах узнавать, кто быстрее и сильнее среди спортсменов, а подходит к реализации любой зарубы с фантазией. Досмотрите этот ролик до конца и узнаете, как лыжница обогнала мотоциклистку, причем два раза. Это КТМ, это компания, производящая мототехнику. Фанаты бы сейчас мне бы оторвали эту руку, потому что я держу шлем самой Нифон ТВ в руке. То есть мне тупо ее сейчас вот так вот по локоть бы оторвали. Это Шой. Шой. А, ну, Шой, то японские шлемы, самые лучшие. В теме, да. Ну, шлем стандартный, Шой, стой, нет, честно говоря, сейчас уже не знаю, там, на районе 30, наверное, 1000 рублей. Как это называется эта модель? ВФХ-WR. А ты в таком гоняешь, гоняла в пустыне? Ну, вот в этом, да. Вот прямо в этом? Да. И очки, это окли. Да, это окли. Дорого? 15 тысяч рублей, 11 тысяч 80, готовку в магазине с какой-то линзой. Ага. За 10 отдашь? Нет. Все, ладно. Ты тоже окли? Тоже окли. А это дорого? 13 тысяч. 13 тысяч. По дороге. Девчонки разговаривают на нашем языке. Да. А это тренировочный или ты выступаешь? Нет, это тренировочный кроссовый мотоцикл. Я выступаю обычно на роли-лине мотоцикла. А, это который большой такой, с этой штучкой, да? А звук он весит? Что? Ши, что? Саша, как ты? Полный бак. Давай я тебе открою. Нет. Я упал. Реально, я упал. Я сам, я заснял. Я заснял. Я так же скажу, падать вообще не страшно. Вообще не страшно. Потому что не падает. Особенно под мотоцикл. Нет, не падает тот, кто не поднимается. Это Тони Робинс. Валя, что ты делаешь? Я подрабатываю ретратчиком. Просто, ну, мне, как человеку, который не катается на лыжах, непонятно, зачем вот это вот делать. Потому что почему нельзя бежать сразу вот по тому, что здесь у нас находится на полу. Чуть-чуть застрьют концы лыж. И по утоптанной трассе бежать комфортнее. Ага. Что-то блогер снимает непонятное. Сань, ты вернешься? Так, ребяточки, смотрите. Супер важное ответственное задание. Я сейчас меряю 40 метров для того, чтобы Варвара и Настя могли соревноваться на этой дистанции. Значит, мерить я буду по часам гармин. Начальная дистанция будет вот здесь. Значит, я вот здесь положу айфон. Вот отсюда примерно мы будем замерять. Ха-ха-ха. Есть 40 метров вот здесь. Слушай, это же фактически мотоцикл, который собирался, да? То есть это не модель, которую можно увидеть в магазине. Нет, это как раз-таки самый обыкновенный стандартный кроссовый мотоцикл. Просто, поскольку я девочка, мне, в общем-то, гонять не обязательно. Ну, как ты понял, да? Я раз в полгода катаюсь. Да. Вот, поэтому главное, чтобы он красиво стоял в интерьере. Поэтому все здесь делал именно для этого. Ну, что-то в районе 8-9 тысяч евро стоит стандартный мотоцикл. На нем сейчас здесь стоит просто белый пластик, белая сушечка, наклеечки, там вот и все. Ну, стоит денег поменять. А так, из самого дорогого, что здесь это подвеска. Ну, подвеска, я смотрю, это регулируемый амортизатор. Это бомбер, это бомбер. И там еще, я видел, у тебя установлен тоже регулируемый, да? Да, это амортизатор, это перья, вилки. Это не стандартная подвеска. Эта подвеска уже такая гоночная, кем-минговая, скажем так. DP, Convalve и Trax сзади. Поэтому это обычно 350 кубов кроссовый мотоцикл. В лошадях, естественно говоря, даже не знаю. Здесь неважно, да? Изготовитель это даже особо и не заявляет. А, здесь важен крутой момент. Нормальная скорость. Здрасте. Что за лыжи у тебя? За Фишер. Какие? Фишер Спидмакс. Это модель предпоследняя. Дорогие? 1030. Ну это карбон, да? Да. А ботинки? А ботинки тоже карбоновые, Спидмакс, Фишер. А зачем вот это нужно? Это скоба держит свод стопы и помогает сохранять равновесие при движении коньком. Ну палки я знаю, это лейки, недорогие. Сколько? 400 евро? Примерно. Да. Дороже, чем лыжи? Ну да. Ты сегодня не убьешь лыжи по такому покрытию? Ну вот, посмотрим. Да? То есть ты можешь сломать их? Лыжи за 30 тысяч рублей? Да, может быть. Анастасия Нифонтова, российская мотогонщица, мастер спорта международного класса по мотоспорту, атлет Рэдбул. Обладатель Кубка Мира ФИМ 15-го года по кросс-кантере ралли среди женщин. Первая россиянка, принявшая участие в ралли Дакар в мотозачете, финишировала второй среди женщин-мотогонщиц в гонке 17-го года. Стала первой женщиной, финишировавшей в этом ралли-рейде в категории Original by Motul, в котором участники выступают без техподдержки. Варвара Прохорова, мастер спорта по лыжным гонкам, участница чемпионата мира и этапков Кубка Мира по лыжи роллерам, бронзовый призер серии марафонов «Раша Лопит», многократный победитель и призер российских и международных соревнований, чемпионка мира по гонкам с препятствиями, победитель и призер чемпионата и Кубков России по ски-альпинизму. Итак, приступаем к соревнованиям. В первом заезде мы планируем увидеть доминацию мотоциклистки над лыжницей на льду. Мы выбрали дистанцию в 40 метров по прямой, чтобы у лыжницы были хоть какие-нибудь шансы. Итак, дан старт Анастасия сразу вырывается вперед, для нее заезд уже закончен. Варвара финиширует след за ней с достаточно большой разницей по времени. Ну а что вы хотели увидеть в таком состязании? Я не думала, что так быстро! Получается, здесь 40 метров, это вообще без шансов. Ну, мотоцикл резкий, да. Надо мотор добавлять. Мотор, да? Да. Да, ну вот у нее мотор есть, а у тебя нет. Ты понимаешь, да, что есть возможность у нее выиграть, как ты думаешь? Проверим еще разок. Может быть с разворотом? Думаю, что да. Сколько метров поставим? Можно 40 пополам. 40 пополам. То есть, грубо говоря, мы берем 20 метров, отмеряем, разворачиваемся и обратно, правильно? Да. А разворот на лыжах, он может быть эффективным? Может быть. Идея такая, мы делаем 40 метров, но туда-обратно, туда 20, 20 обратно, через разворот. Потому что, ну, насколько многие здесь собравшиеся люди, а их здесь очень много, говорят, что у лыжницы вообще нет шансов. Мы решили проверить, кто реально быстрее с разворотом. То есть, немножечко усложнить изначально, делать неклассический спринт. Смотрите, что они творят. Вы видите, да? Тоже мне профессиональный спортсмен. Саша, готов? Данн-старт, и девушки одновременно стартуют с места. 20 метров хватает, чтобы увидеть конкуренцию. Техничный разворот. Вот и слабое место у мотоциклиста. Еще чуть-чуть. Кто же победит? Финиш! Побеждает лыжница. Кто? Кто победил? Вероника. Варвара. Ну, а у тебя были за одинницы. Ура! Ну, и теперь, собственно, решающий заезд. Прямые 40 метров. Здесь, собственно говоря, мы увидим, кто быстр, кто победит. Правила простые. Максимальный эффективный старт. Выкладываемся на полную. 40 метров. Да, конечно. Снимать подобные зарубы в публичных местах. И чтобы это не утекло в сеть, конечно, очень сложно. Можете посмотреть, здесь есть прямо зеваки. Помашите ручкой. Оно хорошо, что все зеваки очень позитивно настроенные. Улыбаются. Пожалуйста, дарите себе радость. Улыбайтесь всегда. При встрече друг друга. Машите ручкой. Приветствуйте. Идите. Лыжница. Бегом в ботинках. Против мотоциклистки. Которая тоже будет в мотоботах. Ну, и в шлеме. Шлем, потому что... Потому что что? А безопасность. А как же? Безопасность, да. Обе с парфинком бежать крайне неудобно из-за экипировки. Но не забываем, что шлем у нас и суперлегкий. Но она все равно приходит на финиш второй. Лыжница опять победила мотоциклистку. И попробуйте поспорить с этим высказыванием. Как тебе ощущение? Вообще круто. Что ты можешь сказать про этот забег? Это просто огниш. Мне кажется, знаешь, в чем моя проблема? Почему я все-таки отстала? Смотри, видишь, обтекаемость. У меня еще в складках ветер не так. Меня обдувает. Поэтому Варвара вырвалась. Только из-за этого. Больше вот других причин я не знаю. Как вы понимаете, что абсолютно не важно, кто победил, лыжница или мотоциклистка. Спринтерка или велосипедистка. Важно, что среди нас есть такое большое количество крутых спортсменок, на которых, собственно говоря, и держится весь российский спорт. Профессиональный и не очень. И мы бы хотели поблагодарить всех девчонок, которые принимали участие в наших зарубах, и тех, кто будет принимать. Девочки, мы вас любим. И эта песня звучит специально для вас. Для тебя рассветы и туманы, для тебя моря и океаны, для тебя цветочные поляны, для тебя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова